Уважаемые коллеги! Поэтому предлагаю рассмотреть неврологические осложнения у пациентов в ходе лечения гемобластозов, конкретно острых лейкозов, в контексте трансплантации гемопатических стволовых клеток. Частота подобного рода осложнений по сообщению различных трансплантационных центров варьирует в достаточно широком диапазоне от 6 до 65%. И эти осложнения могут быть как инфекционные, так и неинфекционные, однако превалируют неинфекционные осложнения. Факторами риска поражения центральной нервной системе в ходе процедуры трансплантации гемопатических стволовых клеток является факт проведения аллогенной трансплантации, реакции степени гистосовместимости, точнее несовместимости в случае проведения аллогенной трансплантации, включение тотального облучения тела в режим претрансплантационной подготовки и реакции трансплантат против хозяина. Среди этиологических факторов развития неврологических осложнений выделяют осложнения, связанные с лекарственной токсичностью, такие как применение различных иммуносупрессантов, которые мы используем в профилактике и лечении реакции трансплантат против хозяина. Это ингибиторы кальциневрина, это метатриксат, различные цитотоксические агенты, моноклональные антитела, а также антибиотики. Это различные метаболические причины, такие как урымическая и печёночная энцефалопатия, инфекция самого различного спектра, это и бактериальная, и вирусная, и грибковая, и простейшая. Это церебровоскулярные события, такие как геморрагические и ишемические инсульты, а также и иммуноопосредованные изменения, различные миозиты, деминилизирующие заболевания, и в том числе развитие реакции трансплантат против хозяина с поражением центральной нервной системы и синдром выброса цитокинов. На данном слайде вы видите, что основная масса осложнений, которые развиваются в процессе трансплантации гемопатических сплавных клеток, приходится на ранний посттрансплантационный период. Это период претрансплантационной подготовки, период до приживления костного мозга, захватывают и дальше продолжаются на всём периоде до окончания проведения иммуносупрессивной терапии. И спектр этих осложнений может меняться, то есть те или иные осложнения могут чаще встречаться в раннем периоде, и менее мы с ними, вероятно, столкнёмся в более позднем посттрансплантационном периоде. Острые неврологические осложнения после трансплантации гемопатических сплавных клеток на данной диаграмме приведены по частоте встречаемости. Вы видите, что лидируют лекарственная токсичность и инфекционные осложнения. Среди клинических симптомов поражение центральной нервной системы в основном это проявление энцефалопатии и зрительные нарушения. Также могут быть гемипарез, сонливость, дезатрия, атаксия, нарушение координации, головная боль, артериальная гипертензия, возбуждение. Среди инфекционных причин развития острого поражения центральной нервной системы в процессе трансплантации гемопатических сплавных клеток выделяют такие теологические агенты, как вирусная инфекция, это герпес вируса 6 типа, цитомигаловирус, энтеровирус, ворицеловирус. И здесь этапами диагностического поиска становятся исследования различных биологических жидкостей, кровь и ликвар, и, конечно, применение визуализации. Как правило, мы говорим о проведении МРТ-исследований. Это также грибковое поражение центральной нервной системы, как правило, вызванное аспергилами, когда мы тоже применяем же стандартные исследования биологических жидкостей и визуализацию. И также встречаются протунистические инфекции. То есть мы сталкиваемся с теми инфекциями, которые не характерны для обычных здоровых людей. Не характерны даже и очень крайне редко встречаются при терапии просто проведение химиотерапии у онкологических, онкогематологических пациентов. И такой спектр, конечно, обусловлен сильнейшей иммунодепрессией, в котором находится пациент с самого начала режима кондиционирования и до момента окончания иммуносупрессивной терапии, которая может пролонгироваться в связи с течением реакции трансплантат против хозяина. Церебральный токсоплазмоз – одно из редких осложнений инфекционного генеза. На частоту токсоплазмоза приходится до 6%. По описаниям сообщается, что он развивается через 2-6 месяцев после трансплантации гемопатических скловых клеток. Рассматривается как реактивация латентных цист, так и первичное инфицирование пациентов. Может протекать изолированно либо с пневмонитом миокардитом. В случае аллогенной трансплантации костного мозга серопозитивный статус донора или пациента может рассматриваться как протективный эффект. Клиническими проявлениями будут лихорадка, судороги, головная боль, литаргия, теремор, парезы, личностные изменения, когнитивные нарушения, гипонатриемия. Для МРТ характерно очаговое поражение ЦНС. Это полиморфные очаги повышенного МР-сигнала в режимах Т2, взвешенного и флайер пониженного в режиме Т1 с поражением преимущественно белого и на границе белого и серого вещества головного мозга. Вокруг очагов часто имеется перифокальный отек. И при использовании внутривенного контрастирования препаратами к долине эти очаги накапливают контрастное вещество по ферриферию по типу мишеней. Для уточнения характера изменений применяется исследование методом ПЦР, кровь и ликвар. В редких случаях, учитывая сопутствующую тяжесть пациента, как правило, имеющуюся глубокую тромбоцитопению, биопсии используются крайне редко. И позвольте представить клинические случаи пациентки 18 лет, которые мы наблюдали в этом году. Девочка с острым лимфобластным ликозом. 4-иммунологический вариант, группа высокого риска. В марте этого года девочке была выполнена аллогенная, родственная, частично совместимая трансплантация от отца. И на 36-й день аллогенной ТГСК на фоне продолжающейся иммуносупрессивной терапии развился впервые в жизни судорожный приступ. Ну, конечно же, после оккупирования судорог мы провели диагностику. На первом этапе мы выполнили компьютерную томографию, потому что, как вы видели с предыдущего слайда, судороги являются лидирующим симптомом различных повреждений центральной нейросистемы при проведении трансплантации гемопатических столовых клеток. И когда особенно у пациента еще нет полноценного восстановления гемопоэза, а как раз у данного ребенка сохранялась такая, в общем-то, персистирующая гипофункция трансплантата с глубокой тромбоцитопенией, мы начинаем перебирать возможные эти логические причины данной возразившейся симптоматики. Это и кровоизлияние, инфекционные причины, токсические причины, потому что, в общем-то, судороги могут воздеваться совершенно различными спектрами причин. При проведении КТ мы выявили гиподенсные очаги в скуп-кортикальных отделах правой лобной доли. Буквально на следующий день у нас была возможность проведения МРТ. В этот же день, к сожалению, не было возможности. На МРТ мы увидели картину многоочагового субкортикального поражения с признаками вазогенного отёка без формирования деструкции мозговой ткани. Мы выполнили люмбальную пункцию. При общем анализе ликвароцитоз был незначительно повышен. Глюкоза 3,14, белок 0,452. При проведении ПЦР-диагностики на различные микробиологические агенты только методом ПЦР-такосоплазма было выявлено. Все остальные были анализы отрицательные. Но при проведении ПЦР-образца крови анализ получили отрицательный. И на данном слайде представлены МРТомограммы в дебюте заболевания данного осложнения. И спустя 2 месяца на фоне проведения терапии внутривенным код ремоксозолом с полным разрешением фактически МРКартины клинический судорожный приступ у ребёнка не повторялся. Она продолжала... Ну инициирована была противосудорожная терапия и продолжала до нормализации МРКартины. Из, как вариант, таких метаболических изменений, осложнений после трансплантации гемопатических стволовых клеток хотелось бы остановиться на осложнении, которое называемо заднеобративной энцефалопатии. На самом деле немногие клиницисты знают о данной проблеме. И, как видно, следует название данного осложнения, но действительно обратимо. Широко данное... Достаточно часто данное осложнение мы встречаем при проведении иммуносупрессивной терапии циклоспорином. И тогда, в общем-то, частота таких изменений может даже достигать порядка каждого третьего фактически пациента. Мы можем видеть подобные изменения, осложнения. Причём по наблюдениям это может быть не связано с превышением уровня допустимой концентрации препарата. То есть препарат мы дозируем под чётким контролем лабораторным. И данное осложнение может развиваться при содержании препарата в крови совершенно в уровне допустимом терапевтическом диапазоне. В патогенезе синдрома задневозвратной энцефалопатии лежит нарушение ауторегуляции мозгового кровотока, дилатации мелких церебральных сосудов, повреждение эндотелия с нарушением гемоэнцефалического барьера, гиперферфузии мозга и развитие вазогенного отёка головного мозга. Срыв ауторегуляции и пресс-синдром наступает преимущественно в задних отделах системы церебральной циркуляции. И эту закономерность объясняют гидродинамическими особенностями мелких анастомозирующих артерий в зонах смертного кровоснабжения, затылочных отделах, физиологическим дефицитом, симпатической иннервации сосудов вертеброзилярной системы по сравнению с каротидной, что приводит к большей чувствительности задней циркуляторной системы мозга и резким подъёмам артериального давления. Клиническими симптомами, которым может дебютировать синдром задней абративной энцефалопатии, является цифологический расстройство сознания, эпилептический, занимая фактически 92% по частоте зрительные нарушения, а также другая очаговая симптоматика. Радиологическими симптомами, методами исследования предпочтительно является магнитно-резонансная томография, вазогенный отёк головного мозга в виде гиперинтенсивного сигнала, выявляется на Т2 взвешенных изображениях в режиме флэр. Типичная локализация вазогенного отёка головного мозга – это подкорковые отделы темно-затылочных областей с обеих сторон, как правило, в большинстве случаев. И к типичным локализациям вазогенного отёка головного мозга относят лобные доли, нижний отдел височных долей, зоны смежного корообращения головного мозга, ствол, мужичок, а также распространение на базальные ганглии кору. Тоже в этом году случай данного осложнения развился у мальчика 7 лет с острым лимфобластным ликозом Б-клеточным, которому в состоянии третьей гематологической ремиссии была выполнена аллогенная неродственная совместимая трансплантация гемопатических стволовых клеток в марте 2023 года. Однако данное осложнение развилось у ребёнка уже на этапе попытки терапии рецидива, который произошёл в раннем постратопационном периоде. В 7 июня 2023 года ребёнок был госпитализирован в детско-гематологическое отделение с подозрением на рецидив заболевания в раннем постратопационном периоде. На день 83-й на этот период ребёнок ещё продолжал плановую иммуносупрессивную терапию. При поступлении ребёнок был в сознании, беспокоили сильные костные боли, которые, конечно, были вызваны прогрессией основного заболевания. Было проведено комплексное обследование, подтверждён костным разговором рецидив острого лимфобластного ликоза и начата циторедуктивная профаза дексаметазона. 11 июня на фоне повышения артериального давления, которое, вероятно, было вызвано проводимой кортикостероидной терапией, было отмечено развитие судорожного приступа, после оккупирования которого выполнено обследование с проведением компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. На компьютерной томографии в парасигитальных отделах правой темной затылочных долях определялись зоны пониженной плотности с распространением преимущественно белое и частично серое вещество. Прилежащие отделы с обрахноидальных пространств были сужены, кортикальные борозды сглажены, аналогичные зоны дифференцировали с левой гемисферой мозжечка. И фактически через 2 часа от проведения компьютерной томографии у нас была возможность выполнить в этот же день и магнитно-резонансную томографию, где субкортикально в обеих гемисферах головного мозга более выраженных в затылочных долях в левой гемисфере мозжечка определялись множественные участки интенсивного измененного МР-сигнала. И на данном слайде как раз продемонстрированы данные МР-диаграммы. На верхней части слайда это в момент дебюта данного осложнения 11 июня и въезжие через 3 дня 14 июня. Данное осложнение не имеет какого-либо специфического лечения. Но если это, конечно, не спровоцировано проведение иммуносупрессивной терапии, например, циклоспорином или токролимусом, другим гибитором кальциневрина, где это требует отмены данного препарата, то, в общем-то, такие препараты ребёнок не получал. И просто общая дезинфекционная терапия фактически привела к полному разрешению данного осложнения. И в заключении хотелось бы ещё раз отметить, что без, конечно, визуализации только по данным клинического обследования объективного осмотра не представляется возможным как-то выбрать, потому что настолько широк спектр, что доктор может подозревать, какие причины, начиная от вирусной инфекции, метаболических изменений, токсическое поражение. И только визуализация помогает нам определиться, во-первых, с объёмом дальнейшего обследования, в том числе определить, нужно ли нам вообще, в принципе, проведение лимбальной пункции или в этом нет необходимости, с подледующим дозначением рациональной фармакотерапии с целью купирования дальних осложнений. Спасибо за внимание.